Если хотят рецидив кто-то делать, понимают, что вы выйдет в курсе. Я подала заявление, вы знаете, вы сказали, это прокуратура, но другой. В связи с незаконного обыском, клиентам уже больше постоянных платят вас больше, чем 100 дней. С попыткой обвинить, но с незаконным вынесли. А до этого какие-то политики применяли, видимо, кто-то уже донос на нас пошел. Я ценю дело особо огромного в мире, ущерб во первых числа, то есть за двойной финансами долины гражданин. Вот я просто объясняю, что такое взъедетовое место, я ему скажу гордость, ходите, могут ходить. Дети в лесу было благополучно, довольно хороший сервис. Все такое, понимаете, ходить в магазин, знаете, с ущербом и судебкой, это тяжело. Вот если кто-то хочет со мной поспорить, на мое право, понимаете, по той же способности, мое право посещать магазин, значит, вашего класса. Я могу пойти в боже высокого класса, вас не посещать. Если надо сцепиться и просто уйти и ехать, понимаете, не покупать, и мне это уже нормально. Хотите сцепиться со мной, сцепляйтесь. А то я буду сцепляться до вишкового цена. У меня право гражданина купить продукты. Это мои деньги, это деньги мужа. Мужа отдавжали. Вот, не знаю, я думаю, что в мультуре где-то могу отдать. Вот, спасибо, а вот уже, у меня есть. На ключе того, что мы пойдем в печати, мы купим продукты, надо паще автоматически. Вот, это, чтобы нам не играли в театры, мы там что-то вынесли, нас обыкли, в театры, как-то и пинешно верили. Я считаю, что занимательную журналистику нет. Вот, если у кого-то какие-то проблемы, как с Арменией, с Афербайджаном, и, знаете, а там его выговоры, 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 выговоры. Вот, они бы старую классу не делали. Хорошо, я понимаю, что разговоры на своих клинах, они вне ущерб может, что семья должна содержаться нормально, понимаете, что должно быть довольствие, спокойное посещение магазин, я в этом уверен. Короче, земли у него есть, если вы хотите попугу, выпадать на них. Вот, если кто-то сейчас будет наезжать. Ну, допустим, при этом и так далее. Вот, хотя мое рабочее время очень дорого. У меня муж. А, я тоже с мужем пришла. Красота, а я думаю, в Армении. Что? У меня как зовут? Дали? Как вы зовут? Мой калк не добрый. А вот эти я объясняю, что не было инцидент. Это у меня муж. Понимаете, я не с вами разговариваю представитель власти. Вы у меня здесь представитель власти, вам зовут Джалиль, очень интересно. Ваша охрана называется император. А там охрана называлась ангел. Вот, я вам объясню. Что люди, я вот это ваш начальник звонил, да? Объясните начальнику, что, значит, к нам фабрикации не применяют, пожалуйста. Скажи, мы разбирались в другом. Ищет магазин, и я повторюсь. Это все на проб. Да, спасибо. Вот. Что люди занимаются незаконным обыском. В отношении нашего мы не должны доступаться к магазинам. По какой директиве? Мы не должны доступаться к магазинам. Вы, если вы хотите обслуживать, я могу на вас в Русском надзор. Вот и так. Все? Я могу посетить магазин беззади? Да? Нет? Не поняла? Ну, там все стоит. Нет, ну, муж там уже пошел, уже покупает. Хорошо. Я просто решил предупредить, чтобы красиво купить. Красиво выйти. Понимаете, да? Без фабрикации. Или мне менеджера позвать? Вот и так. А, там менеджер. Я не там разговариваю. Поняла? Я повторю разговор. Ущерб своим продуктам. Спасибо, Джалине. Спасибо.